друзья добрый день 29 августа Норильск уже так нормально прохладно он слышал что и дома тоже прохладно сегодня по крайней мере не так пасмурно но ветра сильно нет поэтому нормально ну что друзья лето прошло концу осенью в полном разгаре Норильск сегодня в моем ролике будет несколько таких маленький сюжетик будет приехал домой с вахтой мой младший брат Рамис и он с семьей сделал небольшие зарисовки поля около дома вот доченька его бегала по полям что выложу определенной ностальгии по дому по серьезным вопросам осталось не так много кандидатов про одну из тоже вчера я начал говорить что в нашей команде есть и члены КПРФ но душой болеет за поселок Захарова Людмила Борисовна кандидат с ней работали давно знакомы в свое время она была председателем садового общества Вишенка решал вопросы по водоснабжению тоже такой болезненный вопрос к сожалению не знаю до конца как сейчас все устроено но знаю что многие отказались от своих огородов дач пришли на сетевые магазины и вот одно из принципиальных позиций моих это вернуть людей на землю чтобы люди обрабатывали землю создать максимальные условия чтобы продукция наших огородников была на столе у многих кто даже не занимается этим ну и создать условия по поливу по определенной защите огородов чтобы люди занимались выращиванием у нас прекрасная дача прекрасные сады на нашей земле и деревья растут и цветы цветут и на грядках успевает успевать урожай даже арбузы растают конечно не так как на юге но все равно попробовать ягоду такую мы можем вот видимо борисовна очень активная женщина сейчас наверное уже на пенсии вот но опять же имеет большой опыт именно работы с населением потому что порядок у нее был в том мероприятии в котором в свое время мы работали ее очень хорошо знали строгая женщина вот людмила борисовна покажу поддержать мне тоже огромная семья силикатном и многие знают но и в нашей команде она тоже опытный работник я думаю что некоторые ее мудрые так сказать и тактичные решения в управлении сообществом иногда помогают решение очень важных проблем сегодня также хотел бы рассказать о выборах этапом выше это выборы законодательных собраний ульяновской области выборы по законодательным ульяновской области проходит не по одному нашему району а по трем кузоватовский сенгелеевский и рингульский вот здесь баллотируется наш земляк представитель партии справедливая россия патриота россии моноковский олег геннадьевич моноковский олег геннадьевич с одной стороны был соседом жил строил у него был участке я не он собирался строить злой дом возле ракетского дома другой стороны олег геннадьевич земляк и большой вклад внес в работу команды не только морозова селье ивановича но и в сенгелеевский район потому что был куратором нашего района вместе с опену шестлана владимировна в эпоху 2008 по 2011 год вот а потом уже и сам возглавила район работу главой администрации района вот поэтому опыт и знания не только силикатного но и району у олег геннадьевич есть интересы наши он может представлять и может представить интересы других районов потому что работа в областной администрации управление контроля то есть он был главным можно сказать ревизором или ходил составу команды ревизоров ульяновской области вот у нас с ним есть общие знакомые не только на уровне области но и представители других регионов его коллега и начальница шаипкина марина дмитриевна она была начальником ревизионного управления и олег геннадьч работал в ее команде вот думаю что опыт который у него был есть он очень будет позитивен для нашей нашей страны вот насколько известно олег геннадь родился в поселке кучуры поселок кучуры станцию кучуры силикатным входит наш состав это тоже избирательный округ и где мы выбираем наших представителей вот поэтому со стороны законодательное собрание прошу поддержать монаковского олега геннадьча и отдать симпатии этому представителю бюллетне будет также поддержка партий вот среди партии есть партии уже давнишние это как говорится на выбор если меня спросите какую партию бы я поддержал то я поддержал бы партии новые люди которая была создана недавно прошли так сказать барьер пяти процентные есть представители новых людей и госдуме вот поэтому я думаю что в этой партии очень много молодежи очень много талантливых людей вот среди активистов за последние несколько месяцев работу достаточно обширную видно со стороны наталья корнилина брагин александр многие другие то есть у ребят свежий взгляд конечно опыта как и у наших депутатов пока не так много но опыт донести информацию до вышестоящих есть опыт входить в кабинеты тоже есть потому что каждый из них работал кто на общественных работах то просто имеет активную гражданскую позицию поэтому партии новые люди это как новый глоток новых людей поэтому среди партии я думаю стоит поддержать партии новые люди хотя выбор за каждым может быть у кого-то есть опыт общение и работы с другими партиями движениями но в целом местное самоуправление и партии они разделены разделены и статьями конституции то есть это дело каждого но в работе иногда поддержка партийных движений необходимо сразу хочу сказать что когда строю дороги делают какие-то еще мероприятия и тут же приписывают какую-то партию не верьте этому это все ложь бюджетный процесс партий никак не работают вместе никак не может контролировать партия тот или иной проект потому что даже партийные проекты финансирование происходит в основном не за счет партии за счет того же бюджета поэтому немножко как говорится нужно фильтровать хотя и в свою бытность некоторые партии условия там поддержки того или нового законодательного акта засовали где-то они конечно бьют себя в гуть и говорят вот мы партия контролировали вот партия делали выбор каждого вот и последнее сегодня хотел бы закончить с кандидатами это последний десятый депутат он этот депутат работал у нас главу администрации если не ошибаюсь около года чуть больше вот сейчас он стоит членом партии кпрф в обкоме так я так понимаю вот и был направлен качестве кандидата наше поселение тоже наше поселение знает работал вот столяров петр юрьевич сам он уроженец города на ульяновск вот но я думаю что по партийной линии он также будет помогать своим коллегам него опыт тоже есть и был депутатом на ульяновского но направлен по решению партии непосредственно наше поселение но это как бы выбор каждого конечно он тоже в команде и я думаю что его поддержку тоже нам понадобится так друзья вроде бы обо всех рассказал всем хорошего дня а Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 идет работа настоящий плов